Стальной Хват России, привет! Вот Александр Анатольевич заехал, я его попросил. Значит, что мы сделали? Мы намотали, у меня было жесткой десятки, оставалось несколько метров. Я решил тут ее нарубить, и нарубил ее, видно, в очень коротких глинах. Попросил Анатольевича в качестве, он у нас живая испытательная машина, единственная в мире вообще. Вот на 160, жесткая десятка. Что мы приготовили? Пацца сделал он для себя, это замша кожи, то есть. Даже легче, чем и тоньше, чем у кордура кожи. Ну вот попробуем, если он сломает, я тогда покажу калибровку, потому что 160 на жесткой десятке, это очень, ну очень тяжело. Потому что 180 уже, вот Анатольевич сейчас, если пройдет, ну тогда будет, в общем, хорошо. Потому что я ее нарезал, у меня тут она мешалась. Это для Миш тогда будет. Для него лома. Очень тяжело. Тут я предполагаю, что это по 350, наверное, будет. Вот, видите, он проламывает, ну вы понимаете, сильнейший кинг у него, поэтому тут сейчас еще дожим. Ну, значит, 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 все-таки не зря порезал. Саша, насколько тяжело-то? Тяжело. Очень тяжело, да? То есть за 300 далеко, да? Ну, тяжело. Я покажу вам калибровку. Видео будет сопровождаться калибровкой. Жесткая десятка. Понимаете, если Анатольевич дышит, это явно уже не совсем все просто. Точнее, это все не просто. Тоже аккуратно с этими чопами, когда идете на замах дожимания. Не дай бог, чтобы не выскочило. Ну, как-то вот так, пацаны, любимый мой нехватающий сантиметр, блядь. Давай, пойдем. Ну, вот, 4,5. Жесткая десятка. Жесткая десятка, но вот без сантиметра. Удачи, здоровья. Удачи, здоровья, пока. Ну, хвата.